Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о русской классической музыке, начиная с XIX века до второй половины XX века. Я расскажу вам о самых известных русских композиторах этого периода и о их главных произведениях. Первую половину XIX века называют периодом театромании. Тогда было построено множество театров и концертных залов. Появился Павловский вокзал, элегантная железнодорожная станция в пригороде Санкт-Петербурга, где в летнее время проводились музыкальные концерты, на которых выступали лучшие музыканты Европы. Кроме того, в аристократических домах приняты были домашние музыкальные концерты и домашние музыкальные театры. Их еще называли салонами. В это время появились и первые произведения русских композиторов, которые стали всемирно известными. Перед нами портрет знаменитого композитора Михаила Глинки. Глинка – первый из русских композиторов, который обращается к слушателям именно по-русски. Что значит говорить по-русски в музыке? Это значит использовать в своих произведениях русские мотивы и русские мелодии. Михаил Глинка написал две знаменитые оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Опера «Жизнь за царя», которую еще называют Иван Сусанин, написана на сюжет из средневековой русской истории. А опера «Сказка Руслан и Людмила» написана по мотивам одноименной поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Третьей самой русской оперой называют оперу Александра Доргомышского «Русалка». В ней также много народных мотивов и традиционных русских народных танцевальных мелодий. А это портрет композитора Петра Ильича Чайковского, самого известного в мире из всех русских композиторов. Чайковский работал в разных жанрах. Он писал сюиты, кантаты, сонаты, квартеты, концерты, балеты и оперы. Однако произведения, которые, по мнению критиков, лучше всего отражают душевное состояние Петра Ильича, это симфонии. Чайковский написал шесть симфоний. Среди его самых известных опер, которые сегодня ставятся по всему миру, оперой «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Эти оперы написаны по одноименным произведениям Пушкина. Всемирно известными балетами Чайковского стали «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». В «Щелкунчике», который был написан по мотивам сказки Гоффмана, использованы не только русские, но и испанские, итальянские и восточные мелодии. Во второй половине XIX века в России сформировались два направления в музыки. Одно в столице, в Санкт-Петербурге, а другое в Москве. Московские композиторы считали себя последователями Петра Ильича Чайковского, а музыканты в Санкт-Петербурге хотели писать именно русскую музыку и считали своим учителем Михаила Глинку. Петербургские композиторы создали объединение «Могучая кучка». Членами «Могучей кучки» были пять композиторов – Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. Балакирев был единственным профессиональным музыкантом среди них. Александр Порфирьевич Бородин был профессором химии и врачом, а музыку писал в свободное время. Но некоторые мелодии из его произведений звучат во всем мире и в наши дни. Например, знаменитая мелодия «Плач Ярославный» из оперы «Князь Игорь». Модест Петрович Мусоргский был военным, но он вышел в отставку, чтобы посвятить себя музыке. Он также, как и остальные члены «Могучей кучки», изучал русский фольклор и церковное пение, чтобы использовать в своих произведениях эти мотивы. А сюжеты для своих произведений Мусоргский брал из русской истории. Опера Борис Годунов и Хованщина всегда в репертуаре российских театров, и эти оперы часто ставят в Европе. Николай Андреевич Римский-Корсаков, как и Мусоргский, был военным офицером, но оставил военную карьеру, чтобы заниматься тем, что раньше было только его хобби – музыкой. Римский-Корсаков написал множество произведений на сюжеты русской истории, фольклора и литературы. Одним из самых известных учеников Римского-Корсакова был композитор Игорь Стравинский. Сергей Дягилев, импресарио труппы «Русские сезоны», пригласил совсем молодого и еще никому не известного композитора Стравинского писать музыку для балетов. И не ошибся, поскольку балеты «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная» принесли композитору и русским сезонам мировую славу. А это портрет композитора и пианиста Сергея Прокофьева, который также принимал участие в русских сезонах. После революции 1917 года он долгие годы работал в Европе и Америке, а в 1936 году вернулся в Советскую Россию. С СССР он написал свои известные произведения, балет «Ромео и Джульетта» и оперу «Война и мир» и множество музыкальных произведений кинофильмом. Перед нами портрет известного композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Критики говорят, что в своей музыке Сергей Рахманинов соединил как традиции московской школы, так и петербургской. Рахманинов эмигрировал из России после революции 1917 года и до конца жизни жил в Европе и Америке. Он выступал как пианист и дирижер. Критики называют его стиль исполнения эталоном для многих поколений, а его музыку самой русской музыкой XX века. Послушайте второй и третий фортепианные концерты Рахманинова, и вы не сможете с этим не согласиться. В начале XX века авангард получил развитие не только в русской живописи, но и в музыке. Ярким примером музыки русского авангарда в 1913 году стал балет Игоря Стравинского «Весна священная». С авангардом также связано творчество таких композиторов, как Дмитрий Шостакович и Альфред Шнитке. Дмитрий Шостакович получил академическое музыкальное образование. Но в 20-е годы XX века молодой композитор создает ряд произведений, которые стали новым словом в музыке. Его первая симфония, которую он написал в 17 лет, сразу стала популярной во всем мире. Одно из самых известных его произведений – Седьмая симфония. Она была написана в 1942 году, когда Ленинград был в кольце блокады. Поэтому эту симфонию часто называют блокадной. Шостакович – крупнейшая фигура советского периода русской музыки. Его музыку наполняет все, что происходило в России. Гражданская война, революция, сталинский террор и Великая Отечественная война. Альфред Шнитке – последний композитор, о котором мы расскажем сегодня. Говорил, что он гордится тем, что ему пришлось жить в эпоху Великого Шостаковича. А самого Шнитке критики считают самым значимым композитором классической музыки второй половины XX века. Поэт Арсений Тарковский говорил о его музыке. «Это музыка и до XVIII века, и после нас». Для того, чтобы понять, что это высказывание значит, стоит послушать, например, сюиту в старинном стиле, или реквием, или историю доктора Фауста. Сегодня я вам кратко рассказала о самых известных композиторах XIX и XX веков, творчество которых повлияло на дальнейшее развитие музыкальной культуры России.